21 инвестпроект на сумму 85,4 миллиарда тенге планируется запустить в Жамбулской области в этом году. Итоги работы по привлечению инвестиций в регионе максимально активизированы. В ходе очередного заседания инвестштаба под председательством Акима Жамбулской области Нуржана Нужигитова глава региона подчеркнул, что все инвестпроекты должны быть направлены на первую очередь на создание новых рабочих мест и обеспечение местных жителей стабильным доходом. По итогам прошедших 38 заседаний инвестиционного штаба Жамбулской области в регион привлечено порядка 70 миллиардов тенге целевых инвестиций. В текущем году планируется реализация 18 инвестпроектов на общую сумму более 84 миллиардов тенге с созданием почти 500 новых рабочих мест. Всего же в 2023 году планируется привлечь в основной капитал до 572 миллиардов тенге инвестиций. Ряд новых проектов были рассмотрены и на очередном заседании инвестштаба под председателем Акима Жамбулской области Нуржана Нужигитова. В частности, Лалу Абинеш, генеральный директ ТО ТБ АОС Казахстан Лимитед, затронул ряд вопросов, связанных с инфраструктурой, возникающих при реализации инвестпроекта по строительству завода по производству ферросплавов мощностью до 40 тысяч тонн готовой продукции в год только на первом этапе и стоимостью порядка 125 миллионов долларов США. Вырабатывали наличие электроэнергии, но, к сожалению, тот категорий надежности, который нам выдали, не подходит для нашего отрасли. Ферросплавные заводы – это очень энергоемкое направление. Учитывая важность реализации для Жамбулского региона данного инфизиционного проекта, глава региона пообещал содействие в решении проблемы с дефицитом электроэнергии. Мы сейчас будем работать с Министерством энергетики насчет увеличения, потому что 145 по тем проектам, которые туда заходят, его уже не хватает. Мы должны увеличивать, выбросить на первом этапе 50 практически. Поэтому мы должны с Министерством экологии договориться по транспортировке. Как мы решим. В течение ближайших двух лет мы должны увеличить мощность. А генеральный директор ТО САЭЖА Халамжан Шалатаев представил инвестиционный проект «Баурстад придорожный сервис». Он выразил намерение построить новые современные объекты придорожного сервиса в нескольких местах Жамбулского региона. А Тимобласти, в частности, предложил помощь в реализации подобного проекта вблизи от древнего городища Балазагун. Есть археологические расколки, и мы хотели, чтобы там вот такой вот такой вот придорожный сервис стал. Люди сели, идем на ваш электромобиль, поехал туда, там 2-3 километра. Асфальт мы сделали, ну это для того, чтобы люди могли сходить туда. Ну и посмотрели, обратно приехали. У вас покушало и уехало. Это вот, чтобы еще привязать к чему-то. Не только отдохнуть, а еще к чему-то привязать. Вот такой вариант, мы можем вот в выражении туризма, вы же вам с таким, что я говорю, посмотреть, земельный час там готовый. На встрече были представлены и ряд других перспективных инвестиционных проектов. А Тимобласти подчеркнул, что местные органы власти окажут все необходимые меры поддержки в рамках закона и целевых государственных программ. Всего же до 2027 года в Жамбылской области планируется реализовать 60 инвестиционных проектов на общую сумму порядка 3 триллионов тенье с созданием 6000 новых рабочих мест. Наимбек Багбанов, Асалжан Шумкент, Айхан Акпарат.